В прошлом ролике мы остановились на моменте, когда Европа погрузилась во Вторую мировую войну, и у Японии появилась чудесная возможность захватить колонии европейских стран, ведь те не могли выделить достаточно ресурсов на их защиту. Все должно было начаться с французского северного Индокитая, ведь Франция уже пала под натиском войск Гитлера. Япония требовала прекратить поставлять оружие в Китай через эту французскую территорию и разрешить ей разместить там свои войска. В противном случае 22-я японская армия была готова начать военный захват территории 22 сентября 1940 года, но достичь нужного результата можно было и переговорами, ведь Япония была союзником Германии, а Германия контролировала Францию, поэтому почему бы Франции просто не впустить их? И буквально за 2 часа до запланированного вторжения было достигнуто дипломатическое соглашение. Разрешалось разместить 6 тысяч солдат, вместо 25 тысяч, которые требовала Япония, и стороны согласились. Но спустя 2 часа 22-я армия все равно начала вторжение, потому что рулили всем уже не японские дипломаты, а японские милитаристы. Это только подпитывало имидж Японии как военного агрессора. Сейчас даю вам паузу, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Кажется, когда зрители делают это в начале просмотра, то ролик действительно лучше залетает в алгоритмы. Едем дальше. В Белом доме в течение 1940 года Рузвельт предпринимал все возможные действия, называя их защитными мерами, чтобы избежать негативной реакции со стороны изоляционистов. Еще в мае он разместил Тихоокеанский флот в Пёрл-Харборе, потом сделал первые шаги в сторону того, что позже будет называться Ленд-Лизом, а после падения Франции протолкнул законопроект об увеличении численности морского флота США на 75%, чтобы иметь возможность одновременно вести войну и в Атлантическом, и в Тихом океанах. В сентябре он восстановил призыв в армию, начал предпринимать усилия по укреплению американской обороны на Филиппинах и Гуаме, а также по созданию авиабаз на островах Мидуэй и Уэйк. Сначала рассуждения были такие, Америка не будет стремиться к войне, но в условиях немецкой и японской агрессии она должна быть к ней готова. Но после вторжения Японии в Индокитай, Рузвельт решил нанести прямой удар по японским военным. Он ограничил поставки в Японию чугуна и стали, металлов имеющих решающее значение для военного производства. Япония назвала эмбарго на металл недружественным актом, и вообще-то вторжение в Индокитай было необходимо, чтобы просто остановить незаконные поставки оружия коррумпированному националистическому режиму в Китае. Но военная программа США, известная под именем «Магия», частично взломала японский шифр и дала информацию, что суета в северном Индокитае на самом деле являлась частью японских планов по экспансии на юг. Но дело в том, что чем больше Рузвельт пытался сдерживать Японию, тем больше он подталкивал ее на прямой конфликт с Соединенными Штатами. Японию только сильнее беспокоило увеличение военно-морской мощи США. Это был явный уход Штатов от морских соглашений 20-х и 30-х годов. Новые американские авианосцы, эсминцы, крейсеры и самолеты теперь будут сходить с конвейера каждый год. Тогда военно-морские силы США и Японии были примерно равны, но это ненадолго, а потому закономерно появилась мысль, если все же война неизбежна, то начинать ее нужно уже вчера, а не смотреть, как военно-морской флот США становится только больше. Непременное качество, крутые персонажи, футболки Max Extreme на wildberries.ru Еще был вариант подписать трехсторонний пакт с Германией и Италией, потому что в общем-то все трое хотели сдержать Штаты от вступления в войну. Более того, этот пакт обещал, что Япония получит в свою сферу влияние весь Тихий океан и сможет реализовать проект под названием «Великая восточно-азиатская сфера сопроцветания», полностью изгнать всех западных колонизаторов из Азии и привести регион к процветанию. Но насколько можно было доверять этому Гитлеру? Помните, у него был пакт о ненападении с Советским Союзом и одновременно антикоммунистический пакт с Японией? Этот союз, кстати, никак не помог Японии во французском Индокитае. Но в итоге тройственный пакт все же был подписан и принес какие-то плоды. Когда Германия перехватила секретную почту Британии, то поделилась информацией с Японией. Документы подробно описывали планы Великобритании по защите своей колонии Сингапура, численность войск в регионе и прочее. Надежд на успех в этих сообщениях было мало. Британия понимала, что не сможет выиграть бой против Японии. Так что план удара на юг был не только осуществим, но и должен был начаться в ближайшее время. У меня, кстати, для вас тоже есть секретное сообщение. Говорят, что в группе ВК по ссылке в описании продается мой нереально крутой мерч. Настольные игры. Не знаю, что вы будете делать с этой информацией. Так о чем это я? Японский план удара на юг был не только осуществим, но и должен был начаться в ближайшее время. Но подождите, а как же американский флот в Пёрл-Харборе? Если взять и захватить все европейские колонии, то за этим наверняка последует ответная реакция штатов как главного друга европейских держав. Однако группа морских офицеров утверждала, что флот США можно превентивно уничтожить, что даст год или даже два, чтобы закрепить свои победы в Юго-Восточной Азии до того, как придется всерьез воевать с американцами. Так началась подготовка к операции. В марте 1941 года в Гонолулу прибыл новый японский вице-консул. Он поселился необычайно далеко от работы, в квартире с видом на Пёрл-Харбор. Ну потому что на самом деле он был не консулом, а специалистом по военным кораблям ВМС США из японской военно-морской разведки. Его работа состояла в том, чтобы следить за гаванью и сообщать, какие суда находятся в порту. В апреле 1941 года Япония заключила пакт о ненападении с Советским Союзом. В Москве Сталин лично пришел на вокзал, чтобы проводить японскую делегацию. И этот жест показал японцам, что для СССР этот пакт был так же необходим, как и для них. Теперь Сталин мог отвезти свои войска от восточной границы и отправить их на запад. И Япония, в свою очередь, тоже могла снять войска из Маньчжурии и отправить на юг. Но все было не так гладко, потому что в это время японский посол в Вашингтоне подготовил другой проект, который мог нормализовать отношения с Соединенными Штатами. Если Япония согласится вывести войска из Китая и обязуется признавать его независимость, США были готовы восстановить торговлю и признать Маньчжурию как японскую территорию. Японии, конечно, очень хотелось выбраться из китайской трясины, но разве это не предательство японских солдат, которые погибли в Китае? И зачем тогда нужно было тратить больше года на заключение дипломатических соглашений с Германией и Советским Союзом? Чтобы просто сдаться, агрессия продолжилась. Под угрозой военных действий, Япония достигла соглашения на оккупирование южной части французского Индокитая. Авиабазы на этой территории позволяли бомбить британскую Малайю и Сингапур, а также Филиппины. От Рузвельта требовался жесткий ответ. Он заявил, что разорвет отношения с Японией, наложит эмбарго на товары и заморозит все японские активы в Штатах, что не позволит японцам приобретать у Америки нефть. Видите ли, нефтяное эмбарго было неполным, потому что полная эмбарго лишила бы Рузвельта возможности давить на Японию. Она покупала американскую нефть, покупленным заранее лицензиям на определенный объем. И в общем-то Япония уже закупилась этими лицензиями, и их должно было хватить до 1943 года. Но за эту нефть нужно было платить американскими долларами, которые хранились в американских банках. И если заморозить эти доллары, то платить будет нечем. Поэтому выводите войска из Индокитая, сделайте его нейтральной территорией, и тогда активы в американских банках, необходимые для покупки нефти, будут разморожены. Такая позиция понравилась всем дружественным странам. Однако Рузвельт не шел на то, чтобы дать обещание этим дружественным странам, что будет сражаться вместе с ними, если Япония нападет на Юго-Восточную Азию. Рузвельт не был уверен, что изоляционистская американская общественность поддержит вступление в войну. Он задавался вопросом, примут ли американские родители смерть своих сыновей ради цели удержать Филиппины, или сохранить британский контроль над Сингапуром. В то время вероятный ответ был нет. Но попытки Рузвельта предотвратить войну, вновь лишь приближали ее. Япония получала 90% своей нефти из США, и хотела действовать, пока она не кончилась. Ведь с каждым днем войны в Китае нефти оставалось все меньше. Расчеты показывали, что текущих запасов хватит, чтобы снабжать военно-морской флот лишь в течение года. Поэтому оставалось либо уходить из Китая, вариант, который армия не готова была принять, либо наносить удар на юг, для захвата там нефтяных месторождений. А планирование удара на юг подразумевало и дополнительный удар по американскому Пёрл-Харбору, в случае, если дипломатические усилия зайдут в тупик. Император Японии поддерживал дипломатическое решение. На встрече 6 сентября 1941 года, милитаристы, не желающие ничего решать дипломатией, сказали императору, что война с Соединенными Штатами будет выиграна за три месяца. Император возразил, что то же самое говорили и про Китай. Китай большой, объяснили ему. И тогда император справедливо подметил, больше чем Тихий океан, но всё равно дал добро на войну, если дипломатия потерпит неудачу. А дипломатия неудачу таки потерпела, после чего премьер-министр, выступавший за мирное решение, ушёл в отставку. И на его место встал Хидеки Тадзё, который приказал адмиралу Ямамото начать подготовку своих ударных сил к войне. Спасибо за просмотр! Заключительная третья часть выйдет уже в начале следующей недели. Оцените ролик лайком и оставьте комментарий, а также переходите по ссылкам в описании.